Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем разговор об одной из самых таинственных, самых необычных книг Библии, книг Ветхого Завета. Это книга «Песнь-песни». Сегодня мы читаем вторую главу. Что же такого необычного, таинственного в этой книге? Дело в том, что в «Песне-песней» нет всего того, что мы так привыкли видеть на страницах священного писания. Нет упоминания о Боге вообще. Что такое Библия? Спросим мы нашего какого-нибудь знакомого, не очень знающего. Он, конечно, сразу ответит, что это книга о Боге. Это вот что-то такое церковное. В «Песне-песней» слово «Бог» имя Божие не упоминается. В этой книге нету пророков, нету заповедей, нету наставлений. Что же в этой книге есть? В этой книге есть прекрасная поэзия, которая говорит о любви. Нету сюжета, нету, можно даже сказать, героев, потому что все время непонятно, кто они. Некоторые читатели этой книги пытались придумать какой-то сюжет, натянуть. Вот, наверное, эти любящие друг друга люди, он и она, это девушка и пастух. А периодически говорится о нем не как о пастухе, а как о царе. Тогда, наверное, это два разных героя. Это царь похищает девушку в свой гарем, а на самом деле она любит пастуха. Но ничего подобного мы не читаем на страницах книги «Песнь-песни». Нету этого, нет ни слова про ревность, нет ни слова про какую-то драму такую вот любовную. Только сама любовь, даже про них практически ничего не говорится. Нет персонажей как таковых, только их отношения важны. И это отношения любви. Как же нам понять, о чем здесь говорится? Это действительно очень трудно. Трудно даже прочитать эту книгу. Дело в том, что, когда я говорю прочитать, я, конечно, имею в виду прочитать оригинал, как она написана. А написана эта книга, как и все книги Ветхого Завета, точнее, большая часть книг Ветхого Завета, написана на древнееврейском языке. Есть еще некоторые места, которые написаны на арамейском языке. Но вот в основном Ветхий Завет написан на древнееврейском языке. И этот язык, употребляемый в книге «Песнь-песни», особенно трудный. Много и слов, которые вовсе непонятны, и которые больше даже нигде не встречаются. Как их перевести, как их понять? Это уже трудно. Но, допустим, все-таки какой-то знатолк древнееврейского языка все-таки как-то прочел эту книгу, как-то обошел эти непонятные слова. А как перевести? Это просто невозможно сделать, потому что даже если бы мы имели дело с каким-то современным стихотворением лирическим о любви, уже вот в переводе на другой язык, да и просто теряется, но перевести стихотворение — это уже практически невозможно. Но «Песнь-песня» — это не просто стихи, это совершеннейшие стихи. Это совершенное произведение искусства, кроме всего прочего. Это слово Божие, потому что это библейский текст, но это еще и совершенное произведение искусства. Те слова, те строки, те фразы, которые используются в книге «Песнь-песни», как правило, имеют несколько смыслов, несколько подтекстов, все это очень красиво переплетается, слова подбираются по созвучию друг с другом, или одно слово, которое имеет несколько смыслов, вот так вставлено, что сразу вот и этот смысл играет, и другой, и третий смысл. Там подобраны фразы таким образом, чтобы количество слогов, ритм, или разным образом отражался в разных фразах. Конечно, эту потрясающую искусную поэзию перевести на другой язык невозможно. Но, тем не менее, нам ничего не остается, кроме как пользоваться теми попытками перевода, которые у нас есть. Я буду читать песни в переводе российского библейского общества, конкретно эта книга «Песнь-песни», перевод выполнен Яковом Энделькинным. Кстати, у него есть очень интересное исследование, такое научное, касающееся «Песни-песней». Ну вот, у нас есть перевод, у кого кто-то, может, кто знает, и к изначальному тексту обратится. Вы прочитали, перевели, прочитали перевод, и ведь все равно ничего не понятно. О чем это? О чем говорят нам эти слова? Почему это находится в Библии? И древние читатели, древние толкователи, древние экзегеты, сначала иудейские, еще в эпоху Ветхого Завета, потом христианские, очень по-разному толковали этот потрясающий текст. Обычно на место двух персонажей его и ее подставляются какие-то очень важные значащие значения. Например, «Он — это Бог, а она — это народ израильский», так говорили еврейские мудрецы, или «Он — это Бог, а она — это душа каждого конкретного человека». А может быть, это душа и Тора, то есть первая часть пищесвященного писания Ветхого Завета, тоже вот было в иудейской среде такое мнение. И потом, когда стали христианские толкователи, святые отцы читать эту книгу, то они заметили, а ведь эта книга говорит и о Христе, «Он — это Христос, а душа, а она — это душа, а может быть, она — это церковь». Вот в Ветхом Завете говорили, что «Он — Бог, а она — Израиль». Но можно еще сказать, что «Он — это Христос, а она — это церковь, невеста Христова». Христа мы называем «жених церковный». В некоторых песнопрениях церковных так он называется. Жених церкви, а церковь — невеста. Апостол Павел сравнивает отношение мужа и жены в идеальном браке с отношениями Христа и Церкви. А есть и другие толкования. Может быть, она — это причистая Матерь Божия, Дева Мария. А может быть, это даже две природы Христа, человеческая и божественная. Очень по-разному святые отцы толкуют. И в каждом толковании есть какие-то потрясающие, очень глубокие мысли. Есть замечательный труд про Терри Геннадия Фаста и его же лекции, кстати, есть тоже на портале Экзегет, посвященные песне-песней. Вот всех призываю заинтересовавшихся полистать книгу, посмотреть лекции отца Геннадия, где он очень подробно говорит о различных толкованиях. Ну и кроме всех этих толкований мы можем попытаться увидеть и буквальный смысл этой книги. Смысл, который не отрицает существование аллегорических толкований, но дополняет их. Эта книга говорит о любви и говорит очень таинственно, потому что сам предмет таков. О любви нельзя сказать в терминах каких-то очень точных определений. Любовь ускользает из этих определений. Это вещь таинственная, неопределимая. А ведь песнь-песня говорит нам под образом человеческой любви еще и о том, какова любовь Божия, божественная. А это та любовь, о которой вообще невозможно сказать. Святитель Филарет Московский однажды сказал так, чтобы выразить, что такое божественная любовь. Слово Божие. Словом Божием мы называем Господа Иисуса Христа. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Бога было Бог, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, говорит Иоанн Богослов. Так вот, Слово Божие умолкало на кресте, замолчало на кресте, чтобы показать, какова эта любовь. Нет таких слов, чтобы объяснить, рассказать об этой любви. Это невозможно сделать. И вот даже Слово Божие замолчало на кресте, умер Господь на кресте, чтобы показать нам. Рассказать нельзя, а показать можно, какова эта любовь. Эта любовь жертвенная. И вот песнь, песней, это та книга, в которой тоже делается попытка показать нам, что такое любовь. Рассказать нельзя, поэтому и нет никакого рассказа в книге песни. Песня невозможна сказать, вот сюжет этой книги таков, таков и таков. События сменяются, пейзажи сменяются, то действующие лица во дворце находятся, то они находятся уже на природе, то они вместе, то они только мечтают друг о друге. И это не складывается ни в какую вот такую последовательную картину действия, как мы привыкли видеть в такой традиционной литературе. Это больше похоже на сон, на грезы, где одновременно могут происходить какие-то самые разные события, и очень быстро может меняться вот место действия и сами обстоятельства. Но только так вот в этой мечте, райской мечте, можно указать нам на то, что такое любовь. И вот это делает книга «Песнь, песня». Попробуем прочитать вторую главу этой потрясающей книги. Я Лотос Сарона, Лилия Долин, как Лилия среди колючек, любимая моя среди девушек. Первые две строчки это реплика ее, реплика невесты, любимой. она называет себя названиями двух растений. Это как раз тот случай, когда в оригинале слова, которые даже понять очень трудно. Традиционно переводится как Лотос, Лотос Сарона, Лилия Долин. Но что это за цветы? На самом деле мы до конца не знаем. Это название каких-то растений, точно мы не понимаем каких. Вот она себя называет растением. И он отвечает ей, как Лилия среди колючек, любимая моя среди девушек. Как среди чертополоха или каких-то сорняков выделяется прекрасный цветок, так любовь выделяет человека среди всех остальных людей. Один мыслитель говорит так, когда растет молодой человек, то для него есть вокруг другие молодые люди, есть девушки, но когда он познал настоящую любовь, вступил в брак, то для него уже не должно быть юношей, девушек, других людей, для него есть она единственная и все остальные люди, неважно какого они пола. И вот здесь примерно об этом, когда я по-настоящему полюбил кого-то, то это значит, что я так ценю ту красоту, которую я увидел в этом человеке, что эта красота вдруг заиграла для меня такими красками, такой радостью, что все остальные для меня уже блекнут в этой тени, не то, чтобы я к ним как-то плохо отношусь, но особым образом я выделяю того, кого я люблю. Любовь выделяет среди всех остальных, как лилия среди колючек, любимая моя среди девушек. А если аллегорически, ведь это говорит он, Бог или Христос, чаще всего в толкованиях, он, жених, именно с божественным началом ассоциируется. Так это получается, что Христос к каждой человеческой душе, Бог, Творец наш, к каждой человеческой душе относится вот с такой любовью. Когда Бог смотрит на человека, на человеческую душу, он видит такую же красоту этой души и тоже может сказать, как лотос, как лилия среди цветов, среди колючек, так и ты. Иногда некоторые люди говорят, неужели Богу есть дело до того, как я живу, с кем я вступаю, в какие отношения, законные или незаконные, что я ем, как я молюсь. Бог, создатель такой великой вселенной, человек как эта песчинка в этой вселенной. Неужели Богу есть дело до меня? Да, есть, потому что душа каждого человека это любимая дочь или любимый сын Божий, который в тот момент, когда Бог обращен к этой душе, важна для него так, как прекрасный цветок выделяется среди сорняков. Так нас же много, как может Бог ко всем нам так относиться? родителям Я помню, я рос в многодетной семье и мы иногда приставали к родителям и говорили «А кто из нас самый любимый? Кого вы больше всего любите?» И родители, мама отвечала «Каждый из вас самый любимый». И вот Бог относится к нам так по-разному, но самый любимый каждый человек, душа каждого человека. И что же отвечает она в ответ на это признание? Она говорит «Как яблоня среди лесных деревьев, милый мой среди юношей, в его тени мне приятно сидеть, сладок на вкус его плод». Яблоня выделяется среди лесных деревьев примерно так же, как цветок среди колючек. Это дерево, которое выделяется может быть не столько красотой, хотя яблоня потрясающе красиво дерево, особенно когда цветет, а выделяется пользой. Ты мне нужен, как яблоня среди лесных деревьев, милый мой среди юношей, в его тени мне приятно сидеть, сладок на вкус его плод. Если мы вспомним, что было в первой главе, то влюбленные были во дворце царском, и потом вдруг этот дворец превратился в природную ландшафт. Наши ложи зеленые травы, кровля нашего дома кедры, стены для нас кипарисы, вот так заканчивается первая глава. И теперь сам любимый превращается в дерево, он яблоня посреди леса, и в его тени приятно сидеть, складок на вкус его плод. Если мы вновь обратимся к аллегорическому толкованию, что же тогда получится? Бог истинный, Бог живой, Христос это как яблоня среди лесных деревьев. Сколько на земле всяких божеств, идолов, религий, вероучений, лжехристов, но это как лесные деревья, они не приносят плода, они не дают той тени, в которой приятно сидеть, какую-то тень они дают, но это не та прекрасная яблоня, это не то дерево, плодом которого можно насытиться, а вот истинный Бог, живой Бог, Бог Израилев, Христос это тот, кому тянется душа верующего человека, христианина, кому тянется церковь Христова, потому что Он дает плод, Он дает нам вкусить своих тела и крови в Таинстве Евхаристии. Дальше опять реплика невесты, ее. Он привел меня в дом пира, надо мной его знамя, любовь, подкрепите меня сластями, яблоками освежите, я больна от любви. Оказывается, любимый куда-то ведет ее, в какой-то дворец, в дом пира, это пиршественное зало. Вероятно, здесь жених уже превращается обратно, обратно вот куда-то растворяется этот природный пейзаж, это идиллическая картина, когда они вот на траве, под деревьями, и они вновь попадают в царский дворец, переносится эта сцена, все это похоже на какую-то грезу или сновидение, только так, только в этом пространстве можно вот пощупать, что такое любовь. И вот они оказываются в этой огромной пиршественной зале, и там знамя, какое знамя, надо мной его знамя, любовь, вся эта книга говорит о любви. И оказывается, это и знамя Божье. Когда мы перелеснем несколько сотен страниц и будем читать уже Новый Завет, то увидим, что евангелист Иоанн, Иоанн Богослов в своем послании так и пишет «Бог есть любовь». И вот здесь знамя, знамя любовь. «Подкрепите меня слостями, яблоками освежите, я больна от любви». Только что мы говорили, что любимый сравнивается с яблоней. И здесь она говорит «Освежите меня яблоками, дайте мне ощутить его вкус». Я больна от любви. Любовь как бы уязвляет сердце человека. Когда человек любит, то он уже ни о чем так не думает, кроме как о том, как устремиться к своему любимому, к своей любимой. Я изнемогаю от любви, говорит другой перевод. Его левая рука под головой у меня, правая меня обнимает. Заклиная вас, девушки Иерусалима, газелями, дикими ланями, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться. Опять какое-то очень странный такой сюжетный ход, если буквально это себе представлять, то она уже вроде вместе со своим любимым, это уже какая-то телесная даже близость, его левая рука под головой у меня, правая меня обнимает, и тут же она говорит, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться, рано еще, не должно произойти еще такое полное единение в любви. Вот эти слова, они тоже очень важны, потому что очень часто человек пытается разбудить в другом любовь, вплоть до даже насилия, когда происходит какое-то совращение, даже вот в плане такого физического общения, телесного общения, и Библия говорит, не нужно этого делать, но если и нет такого прямого преступления, нет развращения, нет насилия, может быть что-то очень тонкое, когда да, я все вроде бы никак не нарушаю ни уголовный кодекс, ни моральный кодекс, но все равно пытаюсь разбудить другого человека, полюби меня в ответ, не надо этого делать, любовь не терпит ни свободы, никакого насилия не может быть в любви, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться, любовь возможно только в свободной, в полной, в полноте свободного решения человека, не терпит любовь насилие, как только появляется насилие, это уже не любовь, это обладание, в наших земных отношениях очень редко удается вот совсем полностью до конца этого избежать, но настоящая любовь она такова, она только в свободе, а ведь именно поэтому Господь сотворил человека с даром свободной воли, часто говорят, почему Господь нас такими создал, ведь мы грешим, мы падаем, мы сделаем свою жизнь невыносимой, сколько несчастья, горя дала нам эта свобода, зачем ты, Господи, дал нам эту свободу, часто можно такой вот ропот, обращенный к Богу, почему ты нас терпишь в этой свободе, почему ты не накажешь всех нас грешников, ну, конечно не меня, а вот всех остальных, для того, чтобы прекратилось всякое беззаконие, всякое безобразие на земле, нет, Бог дал нам эту свободу воли, Бог терпит нас милосердно и долго, для чего? Именно потому, что только в свободе возможна любовь, а человек сотворен для любви, для любви к Богу и для любви к ближнему, об этом очень прямо говорится в Священном Писании, вот с Господа спросили самого Христа, что самое важное, какие самые важные слова, какая заповедь самая важная в Священном Писании? Возлюби Бога всем твоим существом, всем крепостью, всем разумением, всей душою твоею и ближнего твоего, как самого себя. Именно любовь к Богу и к ближнему, это есть то, ради чего создан человек, это самое главное. И, возможно, любовь только в свободе, ни малейшего насилия, и так Господь относится к нам, никогда не заставляет нас ничего делать насильно, ждет, все стою у двери и стучу, ждет, пока мы сами проснемся, нельзя будить любовь, пока не захочет проснуться. Дальше реплика невесты. Голос милого, вот он все ближе, прыгает по горам, скачет по холмам, мой милый словно газель, как юный олень, вот он стоит возле стены нашего дома, в окнах там смотрит, сквозь ставни глядит. Только что они вроде вместе были, левая рука под головой у меня, правая меня обнимает, затем она говорит вот эти очень важные слова, что нельзя будить любовь, пока она не захочет проснуться, и они уже оказываются на расстоянии, и она чувствует, что он идет, вот голос милого ближе, он прыгает по холмам, скачет по холмам, мой милый словно газель, как юный олень, вот это очень важная тоже тема про голос ближнего, голос любви, голос любимого. В Евангелии от Иоанна мы прочтем притчу о добром пастыре, и Господь в этой притче скажет нам, что овцы знают голос доброго пастыря, они идут за ним, потому что пастырь добрый свою душу полагает за овец, он готов умереть за них, поэтому и есть настоящая любовь, что он жизнь свою готов за них положить, и вот поэтому они идут за ним, если придут волки, или какое-то другое несчастье, добрый пастырь не убежит, он останется с ними, или ценой своей жизни их спасет, или разделит с ними их какую-то страшную судьбу, но не сбежит, а вот наемник, который не любит овец, он только ради денег, ради зарплаты пасет это стадо, он сбежит сразу, если будет какая-то опасность, и за ним овцы не пойдут, и вот именно эти слова там говорятся, овцы знают голос доброго пастыря, и вот здесь тоже говорится именно о голосе, душа человека откликается на голос Божий, чувствует уникальный, неповторимый зов Божий, призвание Божие, и с этого, это призвание очень по-разному может осуществиться у каждого человека, но с этого начинается путь веры, и вот здесь невеста говорит о том, что она чувствует этот голос Божий, чувствует голос любимого, этот голос не просто где-то очень тихо и незаметно звучит, он как-то издалека, но очень настойчиво и энергично, да, он прыгает как олень, скачет по холмам, прыгает по горам, и что же говорит голос любимого? Милый мне сказал, вставай, любимая моя, красавица моя, выходи, смотри, зима прошла, дожди кончились, миновали, все цветет в нашем краю, время песен настало, голос горлинки раздается в нашем краю, уже поспевает инжир, слышен запах цветущей лозы, вставай, любимая моя, красавица моя, выходи, голубка моя, что прячется в скалах, за горным утесом укрылась, дай увидеть твой облик, дай услышать твой голос, голос твой нежен, прекрасен твой вид, вот так говорит голос любимого, причем это невеста вкладывает в его уста, это как бы прямая речь, милый мне сказал, и дальше вот несколько стихов, что именно милый сказал, он говорит о том, что весна настала, весна ощутить это особое весеннее настроение, так зовет ее голос любимого, и дальше очень такие странные непонятные слова, лисят ловите, маленьких лисят, портят они виноградники, а у нас виноградники только цветут, ну, действительно, в античности это очень распространенный сюжет о том, как лисы вредят винограду, есть целая басня такая о лисенке и незрелом винограде, видимо, здесь мы переносимся опять вот в область того, что нельзя будить любовь, любимый ей сказал весна, выходи ко мне навстречу, будем вместе, весна это время любви, так вот, если одной фразой попытаться понять, о чем там говорилось, а она говорит, да, весна, виноградники только цветут, они еще незрелые, рано, ловите маленьких лисят, они портят виноградники. А ведь в первой главе тоже говорилось о винограднике, причем она говорила о самой себе как о винограднике, о том, что надо стеречь виноградника, даже там так вот сказано, своего виноградника я не устерегла, видимо, вот говоря о каком-то падении, которое произошло, так игриво говоря. И здесь она говорит, только цветут виноградники, не надо торопиться. И уже вот если переносить это в такую нравственную область, то это, конечно, говорит нам о том, как важно дождаться, пока виноградник зацветет, как важно, пока ты станешь хозяином этого виноградника, как важно, когда уже только будет законным ваш союз, вот тогда можно входить в какие-то особые отношения, как важно не сделать этого раньше времени. Незрелый виноград, тем более, когда он еще только цветет, это не та пища, которая нужна лисенку, а лисят, которые пытаются портить виноград, вот надо ловить, не надо им допускать их до такой деятельности по порче виноградников. А есть аллегорические? Я оговариваю, что я ни в коем случае не претендую на полноту, я касаюсь только какой-то одной грани, потому что толкований огромное количество, и если вдруг кого-то заинтересует, а я очень надеюсь, что так произойдет эта потрясающая книга, то отталкиваясь от этой лекции, конечно, надо читать и отца Геннадия, а отталкиваясь от отца Геннадия Фаста, надо читать святых отцов для того, чтобы узнать, какое богатство толкований существует в этой книге. Господь, если вот аллегорически толковать, Христос призывает душу человека и говорит, выйди, вот в Евангелии, как начиналось проповедь Христа, как начиналось проповедь Иоанна Претечи, покайтесь, потому что Царствие Божие приблизилось, и вот здесь да Гогос милого зовет. Природа проснулась, весна, дожди кончились, миновали, все цветет в нашем краю, время песен настало, Гогос Горлинке раздается. Почему? Да потому что спасение даровано людям, Христос пришел на землю, который принес рай с собой, Царствие Небесное, тот, кто во Христе, тот обрел этот рай, изнутри себя ощутил вот это райское состояние, состояние именно любви. Выйди, проснись, хочу увидеть тебя, как бы говорит Христос в душе. Царствие Божие пришло, покайся, изменись. Что дальше говорит невеста? Милый мой, а я его. Он среди лилий пасется, пока день не повеет прохладой, пока не скроются тени. Убегай же, милый, словно газель, как юный олень по горам и ущельям. Снова она его сравнивает с газелью, с таким прекрасным, как с оленем, с таким прекрасным, грациозным, царственным животным, который очень быстро бегает и как бы боится его. Убегай! В предыдущей фразе она говорит, я не спелый виноград, и так очень игриво, кокетливо, вот, что цветет только виноградник, не нужно заходить сюда. И здесь она говорит, убегай! Словно газель, как юный олень по горам и ущельям. А если аллегорически толковать, как отреагировал апостол Петр, когда понял, что рядом с ним Господь? Он сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. И вот правильная, настоящая реакция. Мы очень часто сетуем, что почему Господь не является нам вот как-то открыт и явственно, так, чтобы мы вот ощутили, что Бог рядом с ним. Почему нам вот не дает Господь этого? А правильная реакция, настоящая реакция, это такая, выйди от меня, Господи, потому что я грешный человек. Меня опалит твое присутствие, я не достоин быть рядом с тобой. И вот и здесь героиня этой книги, она говорит, убегай, убегай, милый, словно газель, как юный олень по горам и ущельям. Вот этими словами заканчивается вторая глава «Песни песней», которую мы читали для библейского портала «Экзегет» в переводе российского библейского общества.